Приветствую мой дорогой любитель неоправданного насилия, с тобой говорит Кирилл Осознан и в этот раз я предлагаю поговорить про уникальное явление моих школьных лет. Постл 2. Честно признаюсь, я вхожу в число людей, которые так и не прошли ни одной миссии в этой игре. Она останавливалась, запускалась и начиналась дикая не пойми что. И сейчас я предлагаю вспомнить о том, как же офигенно весело это было. И вот так это все начиналось. Я не знаю что здесь творится и собственно говоря знать не хочу. Зато я вижу что здесь какой-то член банды. Ну короче единственное что я могу предложить это просто нассать ему на лицо. Идеально. Вот все что нужно делать в этой игре. Это великолепная вещь. О, он начал в меня стрелять. Неловко получается. Я спрячусь за женщину. Ты глупая что ли? Сердце с другой стороны. Но это не важно. Хватит в меня стрелять. Что ж тебе не имется то так? Тебе не нравится потому что я рыжий? Ау. Или потому что про меня есть компьютерная игра, а про тебя нет. Я помню что здесь где-то есть офис разработчиков Running with Scissors. И там по-моему лежит куча классных пушек. Господи что с ним? Какой ужас. А это женщина? Джабба что с тобой? Господи. Ага. Так. Ой я помню что где-то здесь есть бешеный повар который вот на кухне сидит. Там у него все взорвалось к чертям. Вот 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 он. Вот он кричит глупым голосом. Но где-то здесь должны быть копы. Иначе меня просто пристрелят. Ну же. Кис-кис-кис-кис-кис. У меня нет. А. У меня есть. Но у меня короче есть только я. Мне кажется ты немножко запачкался. Позволь я немножко вот вытру из тебя. О. Отлично. Сейчас похоже я получу пушку от кого-то из них. Ну давайте. Такая динамичная перестрелка. Господи. Я должен в меня стрелять. Это просто настолько нелогично было. То есть. Зато у меня теперь должен быть пистолет. О. Блин. Я просрал все. Ха. Я лох. Почему тут еще никого не стошнило? Господи. Я играю в эту игру только для того чтобы смотреть как людей тошнит от того что я на них писаю. Вот я вижу ту самую. Я не знаю. Если бы в жизни существовал колобок. То наверное выглядел бы вот именно вот так. Почему. Почему до сих пор никого не стошнило? Я не могу понять. Я. Я не настолько мерзкий. Или в чем проблема? Наконец-то. Хоть что-то хорошее произошло. А то я так чувствовал что стараюсь просто плохо. За что мне платят в конце концов? Мне все еще нужна пушка. Где-то здесь есть. Я помню дом. У которым на втором этаже просто завалено классными пушками. О. По-моему где-то здесь даже автомат должен лежать. Вот точно я нашел. Так. Есть такое дело. И... Ну 35 патронов лучше чем ничего. Плюс я нашел еще и патроны к пистолету. Где ты? Эм. Он решил просто от меня убежать. Мол я такой страшный. Чувак из тебя хреновый коп. Без обид конечно. Давай вот. Я надеюсь я перебил тебе позвоночник. И теперь ты не сможешь бегать вообще. А. Я похоже тебя убил. Ну ничего. Так. У меня есть 3 патрона. Это все что у меня есть. У этой китаянки есть? Это не китаянка. Это просто женщина с дыркой в голове. Ну насколько мне известно о физиологии женщин. То лишняя дырка им не помешает. Поэтому никаких проблем. О. Смотри. Ниггер краб. Офигенно. Господи. Я не могу понять что у них у всех с шеями. Здесь какая-то эпидемия и у них шеи... Он жирный. Офигенно. Он жирный. Супер. Класс. Я всегда мечтал сбивать жирных бородатых мужиков. По-моему в этом суть всей игры. Куда ты от меня убегаешь? Пошел отсюда. Отлично. Ну а теперь все хорошо. Что ты отдыхаешь и смотрю. У меня для тебя есть летний дождь. Я не знаю почему. Но мне всегда хотелось наверное писать. Этот чувак похож на преподаватель информатики в моем вузе. Я никогда тебя не любил. Прости. Поэтому... Это было охренительно. По-моему я никогда из дробовика просто в голову не стрелял. Поэтому и не знал собственно что можно так сделать. Это священник? Это священник. У священника пушка больше чем у меня. Ну спасибо за патроны. Что я могу сказать. Так. Нужно идти к офису разработчиков. Там весело. Ого какой большой телек. А здесь живут мажоры. Я не помню что был в фоне. Вполне справедливо. Заметь я тебя пристрелил не потому что ты черный. А потому что у тебя пушка и ты пытаешься меня пристрелить. Я не расист. То есть не каплю. Я убиваю копов вне зависимости от цвета кожи, вероисповедания и пола. Я просто не люблю копов. Это нормально. О. А я сексуален. Что? Что? Он просто машет руками и у него из середины живота появляется нога. Зато я офигенно открыл просто дверь. Я хочу так открывать дверь и постоянно. Можно? Спасибо. Мне нужен срочно кто-нибудь жирный. Потому что... Вот. Я нашел ту самую женщину колобок. Которую я в принципе и себе намечивал. Вот. И теперь собственно говоря я должен ее просто зажечь. То есть такая телочка классная. Ой. Я сам загорелся. Неловко получилось. Да. Но я знаю что я такой горячий. Интересно я как-то могу вообще потухнуть. Наверное нет. Пора умирать короче. Ну из меня по крайней мере будет вкусный шашлык. А нет ты глянь я еще жив. А вот она не выживет. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. О. Что? Что с тобой? Все. Что тебе пристрелить чтобы не мучилась? Ну окей. Вам с корочкой? Или с запеченную? Я только что дунул травы. Господи я не могу дунуть травы в реальном мире. Поэтому я дую траву в компьютерных играх. Ну по крайней мере я чувствую хотя бы какую-нибудь свободу. И это уже хорошо. Ам. Как-то ты слишком виляешь короче. Мне кажется что ты трансвестит. Не знаю почему. Поэтому вот тебе дырка в заднице. Мне кажется здесь просто город болеющих ДЦП. Потому что я не могу себе представить какие люди будут так бегать. Или у меня перелом кисти. Так давайте я позвоночник перебью. Чтобы уж спокойно можно было. Ненавижу кошек. У меня всегда была аллергия на кошек. Ой какой жирный коп. Жирный страшный коп. Прости но. Жирным людям нет места на этой планете. Я. Всегда знаешь вот верил в что-то подобное. Так ты здесь странно стоишь. Ненавижу женщин с короткими стрижками. Женщина не должна носить короткую стрижку. Я чуть себя только что не пристрелил. Я похож на скинхеда. Я достоин смерти. Не знаю кого бы мне пристрелить. Никого. Я заберу твои деньги. И собственно говоря все. Я могу короче на тебя немножко помочиться. А уже поздно. Но собственно говоря я не помню чтобы меня когда-то вот останавливало что-то чтобы помочиться на труп. То есть это не важно горите вы или нет. Я просто хотел помочиться на труп. Это нормально я думаю. По крайней мере я не знаю никого кто бы смог меня осудить. Я не буду тебя убивать. Ты классный. А. Это бонг видимо в цвет американского флага. Хотя сначала я подумал что это дилда цвет американского флага. Но и потом я видел что здесь есть такой маленький напасик. Никто не должен знать откуда я знаю терминологию. Иначе меня посадят. И почему у тебя кровь где-то только что вот немножко левее головы вылетала. Ладно я не придираюсь к физиологическим особенностям. А то еще будут потом говорить что я дискриминирую права инвалидов. А это неправда. Я дискриминирую всех и вся. Это никак не зависит от ваших физических способностей. Интересно я могу все-таки пасать на труп. Да чтобы его потушить. Классно я могу тушить собственной мочой. Я не бесполезный член общества. Я важная его ячейка. Так только не бегите на меня пожалуйста. У него рахит. Или спинальный менингит. Я не знаю. Но в любом случае ему в заднице не хватает пары дырок. Я не понимаю что вы так боитесь. То есть мужик у которого в руке рука. Или вот я просто не знаю что обозначает. Скажем так вот это вот. Скажем так оружие что ли. Наверное у меня просто в руке оторванная рука. И тогда да. Наверное есть смысл меня бояться. По крайней мере это страшно. Ну. Не самое приятное. Типа эй чувак я спер твою девушку. А вот сюда вот. Вот я уволен. А у него есть классная пушка. Мне надо его срочно убить вот. Неловко. Очень неловко. Меня сейчас могут здесь убить. А я забрал свою зарплату. Я знал что у него ниггера есть пушка. Не знаю почему но я об этом был уверен. Эта женщина пыталась меня. Почему здесь у всех есть пушки. Даже у Дэнни Дэвита. Интересно я могу разнести его вот жирнющий череп. Ты похож на Хэви из Team Fortress чувак. Все правильно сказал. Вот по мужицки сказал. Что ж я думаю вы вспомнили как все это происходило. И надеюсь я зажег в вас желание поиграть снова. Знаете мне кажется что раньше нас было как-то проще удивить. Я не говорю что Postal 2 обычная игра. Вовсе нет. Скорее речь о том что нам не нужна была крутая графика. Продуманный сюжет и оригинальный геймплей. Нам просто хотелось веселья. Жажду которого Postal 2 мог удалить с горкой. Не могу назвать эту игру классикой. Но что-то родное в ней точно есть. А для меня это главное. Спасибо за уделенное время. Не забудьте подписаться на канал GamePilot. А также оценить видео и рассказать о нем друзьям. Это по желанию. Более того по этой аннотации можно глянуть. Что же Акр думает о киноверсии Postal. Для вас же вещал Кирилл Осознан. Желаю долгой жизни и просветания.